Сегодня Сегодня несколько штрихов к портрету, пожалуй, самого знаменитого барда России, хотя его песни даже популярнее самого автора. В то время, пока дети хором исполняют композицию про изгиб гитары желтой, родители поют о доме, где не наточены ножи. Уж сколько лет люди живут с мелодиями Олега Митяева. А я в различных точках и минующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Ей не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель. Злая, выпил с участком, смотрю лето, а лето – это маленькая жизнь. Лето – это маленькая жизнь. Поросли, тихо подрастает на щеках. Поросли, кто плывет по лету, а меня нету. Лето – это маленькая жизнь. Здравствуйте, Олег Григорьевич. Вообще, я ждала встречи с вами, потому что так удивительно получилось, когда готовилась к интервью. Можно личную историю. Когда я училась в школе, помню, однажды мы записали одну песню под диктовку моей учительницы. И потом, наверное, целый год мы хором ее пели. Слова такие, есть такие дома волшебные, особо важные для людей, где побывали вы все, наверное, где получают отца детей. Песня «Родильный дом». В седьмом классе мы пели ее всем классом. Расскажите, какова история ее рождения? Это была вторая песня в моей жизни. Первая была «Как здорово», а вторая песня «Я шел из родильного дома и написал песню». То есть они в основном рождаются на основе каких-то ваших личных ощущений? Я вообще не собирался писать песни. А рождаются, как сказал Михаил Михайлович Жванецкий, сидишь, пишешь, пишешь, что-то фигня какая-то. Значит, хит. Вот так. То есть вы понимали, что это будет хит, когда писали из гит-гитары, допустим? Нет, это просто какое-то от сердца. Есть дома многоэтажные на листе. Дома бумажные. Есть дома, в которых люди проживают много лет. И хотите, не хотите ли? Есть казармы и вытрезвители. Есть аптеки и есть театры, где показывают балет. Но есть такие дома волшебные, особо важные для людей. Где побывали мы все на верное, где получают отцы детей. А вообще как вы относитесь к тому, что ваши песни очень многие действительно уже считают практически народными? Вы как-то следите за тем, как они живут в народе? Было бы некрасиво, с моей стороны, следить. Это такое, знаете, вы меня просто этим вопросом смущаете. Ну я посмотрела, и вы, в принципе, довольно спокойно восприняли эту историю, потому что вот всем классом ваши песни пели. Да, историй довольно много ведь. Я по молодости-то, уже прошло 35 лет с тех пор, как я написал песню «Как здорово». И как-то я по молодости где-нибудь во Владивостоке останавливал какого-нибудь пионера и спрашивал, ну что, поете песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Он говорит, да, нас заставляют каждый день петь. Ну мы тоже в пионерском лагере пели. А вообще вы довольно с юмором к этому относитесь? Потому что я несколько раз слышала, что вы пародии исполняете, в том числе на эту песню. Ну, там очень много. С этой песней можно отдельную книгу выпустить и пародии, и истории связанных. Вот сегодня на концерте, может быть, я что-то буду рассказывать. И про родильный дом тоже. А там обычно это экспромт на сцене? Вы то есть не знаете, что сегодня будете рассказывать? Ну, во-первых, мы довольно часто выступаем в Омске, поэтому надо уследить, чтобы не рассказывать то же самое. С другой стороны, какие-то придут, может быть, другие люди. Какие будут записки? А родственники придут? Конечно. Кто еще придет? Зрителям хотелось бы вдруг, еще кто-то не знает, сказать, что ваша супруга Амичка, мы ее хорошо знаем, я ее прекрасно помню, когда несколько лет назад приезжала сюда в роли принцессы Турандо, тогда еще с Михаилом Санычем Ульяновым вместе в Омск. Вот расскажите, вы ходите на премьеры к своей супруге? Я вынужден ходить на все премьеры, конечно. А много песен ей посвятили? Ну, вот сегодня тоже будет новая песня, «Вахтанговский корабль», ей посвященная. Вот я, можно сказать, Амич по линии жены. А, кстати, останавливаетесь здесь в гостинице, тем не менее? Да. Да? К теще на блины не ходите? Хожу, и она сегодня не получилась зайти, поэтому она сюда с блинами придет. Хорошо. Это Чайковский. Ну, кто не знает. И спектакль Евгения Николаевна. Зачем «Вахтанговский корабль» так театрально был заснежен? А хоть событий неизбежен, как в март плывущий дирижабль, лишь бомж успаса на песках, смотрел и лыгался блаженно, и наблюдал обыкновенно. Арбат в огнях и чудесах, а мимо буднично и сонно шагал народ. И снег спускался невесомо от урандут. И нас через оркестр нервно манил гобой. В одной из, наверное, первых песен, если я, может быть, я ошибаюсь, конечно, я так предполагаю, она была актрисой, посвященной вашей супруге. Вы написали такие строки. Он прямо с самолета покупал ей розы и мечтал на спектакль хотя бы, а, и мчался на спектакль хотя бы на финал. Это так в вашей жизни не происходит или это преувеличение? Это вообще не обо мне песня. Это не о вас и не о Марине Есипенко? Да, дело в том, что я так долго всех запутывал, поэтому сейчас даже сложно определить, где начинается правда. Ваша личная жизнь, а где? Да, а где фантазии? Но актриса-то была уже. Ну, там есть, а где же черпать-то? Конечно, я из жизни-то все и беру. Хотела вас спросить, а вы вообще романтичный человек? Или были ли всегда романтичным человеком? Я долго рассказывал эту историю, что для меня самого было откровением, что я не романтик. Потому что романтики и лирики – это абсолютно разные люди. Потому что лирики, они поэтизируют окружающую действительность. И прям вот все им нравится, и вот они из любого там кресла или лампочки могут апоэтизировать это все. А романтикам не нравится вот эта серая действительность. Они живут в грезах, алые паруса. Они вот придумывают себе мир, в котором живут. А вы довольны тем миром, который есть? Конечно. И мне даже неловко, что не все оптимисты. Просто правда ли, я хотела вас спросить, правда ли то, что вы поступили в техникум, боюсь ошибиться в названии, в Челябинске, да, монтажный техникум, потому что здание красивое было? То есть тогда уже у вас жил поэт? Конечно. И здание было красивое, и фильм «Высота», в общем-то, был очень популярный, захватывающий. И я подумал, ну вот мы не кочегары, мы не плотники, конечно. Хотя весь класс собирался в то время поступать в геолого-разведочный. Но это было в соседнем городе, и как-то не хотелось уезжать. Вы поступили в ГИТИС, да, и поступили, ну, в общем-то, уже достаточно зрелым человеком. Наверное, это было осознанное решение. А почему все-таки не связали свою жизнь, ну, так, вплотную с театром или с кино? Это судьба такая. Это непонятным образом... Вы и не хотели, когда поступали? Непонятным образом, пройдя все кружки во Дворце культуры, и за студию там, и все секции практически, от тяжелой атлетики до плавания, я почему-то не попал в театральный кружок. И потом долгое время я еще думал, что, может быть, стать артистом, но судьба меня всячески от этого выводила. И в конце концов я понял, что мне это не нравится абсолютно. Мне абсолютно не нравится кого-то из себя представлять. Мне нравится быть самим собой. И я выхожу на сцену, и мне не надо ничего придумать. А вы комментируете роли своей супруги? Ведь там-то приходится что-то из себя изображать. Я, кстати, насколько я знаю, что вы, когда ее впервые увидели, у вас немножко другое впечатление о ней создалось, нежели... Ну, комментирую, то есть говорю ли ей правду о том, как она сыграла? Да, да, да. Ну, к счастью, она играет очень хорошо, поэтому мне кривить душой не приходится. Но ей все равно приходится что-то из себя изображать в любом случае, даже если она это и хорошо делает. Ну да, ну это актерская профессия, конечно. Человек выбрал себе. Но ведь у вас много друзей и знакомых актеров. И, например, песни на стихи Пушкина вы в таком звездном составе сделали клип с вашей супругой и с Вениамином Смеховым. Почему вы не только свои стихи и песни исполняете? Это в корыстных целях. Потому что для того, чтобы записать альбом на стихи Бродского или Пушкина, надо это тщательно изучить. А ведь Бродский не хотел, чтобы, да, по-моему, его песни пели? Мне очень ему это нравилось, что его стихи, значит... Перепевают. Да, придумывают к ним музыку. Но вот наш альбом, для которого Леонид Маргулин написал музыку, он мне очень нравится. И вот 10 лет он существует с любой песней. Я начинаю слушать и не могу оторваться. И такие профессиональные люди, как Михаил Михайлович Казаков, они очень положительно отзывались об этом альбоме. И сейчас есть такая идея снять фильм. Поехать в Венецию, побродить по улицам. Осенью, как любил. Или зимой, да, как любил Осип Протский. Просто спеть эти песни. Что смолкнуло веселье глаз? Расстайтесь, вокальные припевы. Да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас. Но ведь в вашей жизни был эпизод, который, мне кажется, очень похож на кино. Я говорю о случае с Булатом Акуджавой. Кстати, мы юбилей в этом году его праздную. Хотелось бы вспомнить его имя. Он вам написал, когда вы еще жили в Челябинске. Это так? Да. Не могли бы вспомнить эту историю? Ну, я сегодня на концерте тоже ее буду рассказывать. Видимо, это касалось песни «Родильный дом». Но вообще, была такая потрясающая затея. Женщина, режиссер из Санкт-Петербурга, из Ленинграда, собрала всех бардов, позвонила каждому, сказала, вот вы не хотите с Акуджавой поехать по разным городам? Все говорят, конечно, с Акуджавой. Ой, я поеду. И Городницкий, Клячкин, Кукин, все наши, Сергеев, Суханов, Долина, все, конечно, согласились. Потом она позвонила Акуджаве и сказала, Булат Шалыч, вот тут барды собрались, может быть, вы его сглавите? И он не отказался. И это получилось. И мы поехали. И в разных городах вечерами сидели у камина, пели песни. И у них в жизни такого не было, чтобы всем собраться и путешествовать. Это подарок судьбы, конечно. Но, скажем, наше знакомство не оказалось таким прочным с Булат Шалычем в эту поездку. И только когда через года два или три он увидел по телевидению меня в передачу с песнями, он позвонил на телевидение, нашел мой адрес и написал мне письмо, и пригласил в гости, и я к нему стал приезжать. Приезжать довольно часто, и невероятно, что он проявил интерес. И я понимал, что ему, ну, нам-то, конечно, интересно с Костей Тарасовым его слушать, что-то наслаждаться общением, но я думаю, ну, ему-то от нас. И когда мы ездили, ездили, потом я ему сказал, Булат Шалыч, хотите я вас познакомлю с Макаревичем? Он говорит, да, хочу. Я позвонил Макаревичу, пригласил Макаревича туда. Потом Ивашенко-Васильев таким же образом приехали. И мы стали проводить вот такие, я его знакомил с молодыми авторами. Даже рок-музыкантами. Да, ну вот как-то это были потрясающие вечера в переделке. Ведь это вообще действительно удивительная вещь, когда человек не только на себе зациклен, но он еще и может оценить талант, способности человека еще неизвестного. А вы не исключаете возможность, что споете песни каких-то молодых исполнителей? Вообще вы интересуетесь поэзией современной? Это большое удовольствие. Это большое удовольствие открыть для себя какую-то песню или стихотворение. И, конечно, я с удовольствием спою и пою чьи-то песни великие, которые мне очень нравятся. А вот этот инструмент, когда ты можешь определить настоящее от ненастоящего, без этого вообще ничего писать невозможно. Поэтому я очень рад, что в каком-то варианте у меня это присутствует. Мне просто недавно принесли стихи, и я думаю, смотри, какой хороший первый куплет. А дальше все как-то очень слабенько. Хотя ничего там, они практически не отличались. А оказалось, что первый куплет написал Есенин. Вот и есть разница. То есть кто-то взял от Есенина первый куплет. А вообще вы себя сегодня с бардовским движением по-прежнему ассоциируете? А я никогда, собственно говоря, не отказывался от такой прекрасной компании, как Барды. Но, с другой стороны, никогда и не определял себя в какие-то рамки или в какие-то стили, жанры. Просто действительно удивительно, когда тоже готовилась к интервью, посмотрела, что то, что вас ассоциируют с бардовским движением, это неудивительно. Все мы об этом знаем. И в Омске барды поют ваши песни. Но и в интернет-энциклопедии шансона ваше имя, с вашей биографией. То есть как вы к этому, кстати, относитесь? Мы никак. Тоже спокойно. Куда понесут сегодня? И я смотрела программу с Белзой, где вы выступали «Романтика романсов», и там говорили о том, что ваши песни близки и к романсам. В общем, вы к этому спокойно относитесь и ни от чего не открещиваетесь? Да. Это было в другой стране, по которой прошла война. Мы работали, как во сне, и задача была одна, Чтобы грубость и красота совместились в твоей судьбе. Чтоб ни деньги, ни пустота не мешали смотреть тебе На бескрайнюю территорию, на которой мы все живем. Это родина, и не более, но единственная при том. Это родина, и не более, но единственная при том. Поменять невозможно нам, прожитое под песни над. В Заполярье остались там и зимовок, тоска и фарт. И остался еще запас. Золотой мир злотей земли, только это уже без нас. Мы все сделали, что смогли. Для заснеженной территории, на которой мы все живем. Это родина, и не более, но единственная при том. А вообще вы себя считаете удачливым человеком? Ой, вот на эту тему даже говорить не хочу. А почему? Потому что как-то все, слава богу, складывается, и пусть так и идет. Вы знаете, ну я на прощание хотела еще вам одну личную историю рассказать. Изгиб гитары желтой вообще считается бардовским гимном, а в семье моей подруги другая ваша песня является гимном «Небесный калькулятор». Она сейчас живет в Москве, и очень успешно. Уже трое детей у нее. Успешно, да, конечно. Так что спасибо вам. И не только за сегодняшнее интервью, но и за мою подругу, и за мое веселое детство с песней о родильном доме. Спасибо вам. Спасибо. Немножко она похожа на Высокского чуть-чуть. Да, вот, наверное, какое-то было первое выступление в 87-м году. Я пел в осеннем парке, и какая-то мимика, что-то такое. Да, она была. Хорошо бы, чтобы песня была похожа. Пронзи тугую высь, качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Анатолий Кролл – знаменитый джазовый пианист или несостоявшийся скрипач. Они поняли, что этот кошмар будет теперь каждый день в нашем мире. В детстве его считали вундеркиндом и представляли заезжим в Челябинск знаменитостям. Вот такой шкет, маленький, садится за рояль и играет, как с фасмой. Самый молодой дирижер Советского Союза. Вы играли на приеме у Хрущева. Вы даже такую подробную знаете. Знаю. Он написал музыку к популярным картинам Карена Шахназарова. Субтитры создавал DimaTorzok